Я уже сам не разбираюсь. Вообще, капитан это на гражданском флоте называют начальника на корабле. Капитан на гражданский флот, твой начальник на корабле. А в военно-морском флоте всегда командир. Командир корабля. Ты и командоваешь на корабле. А звание это? Лейтенант, старший лейтенант, капитан третьего, второго, первого ранга. Контр-адмирал, вице-адмирал, ну и так далее. Это у вас ранговый. Я был капитаном первого ранга всего-напсан на первый ранг. Правда, должность, правда, была адмиральская, я должен был получить адмирала там. А может быть, что это получает адмирал? Но не стало думать, что я что, свидетельство? Можно же мне свидетельство сказать? Во-первых, всем привет, церкви, из Турции. От Турции. Пасторам особый привет от руководителя, от пасторов церкви «Слово жизни» и «Краеугольный камень». Я по очереди проповедовал в этих церквях и говорил о преуспевании. О Божьем преуспевании. И когда я проповедовал у Максима, после меня он вышел и засвидетельствовал. А я проповедовал о Божьем преуспевании и выделял там четыре момента. Один из которых, важный для того, чтобы преуспевать, один из обязательных – это почитание родителей. Четвертый пункт – это почитание родителей. Если ты не почитаешь родителей, шансов никаких нет. А если ты еще над ними смеешься и злословишься, то тогда ты вообще умрешь. Я недавно видел ролик, где один православный священник говорит. Вы знаете, кто такой Каганович? Слышал кто-нибудь такую фамилию? Лазарь Моисеевич. Вы молодые, наверное, не помните. А он был одним из крупнейших руководителей советского государства. Он был первым заместителем премьер-министра и так далее. Он был жутким антихристианином. Он участвовал в сфере. Сносе собора, храма. Кто участвовал в разрушаванной храме в Москве? Да, Христа Спасителя, храм. Он рубильник, значит, там. Он организовывал. Он был борец с церковью. Он был борец с церковью. Той борец с церковью. И вот священник этот говорит, как так может быть, чтобы такой... То есть священник сказал, как можно это так? Борец со Христом прожил сто лет. Той борец с речью Христом, да, живее сто годинью. Участвовал в репрессиях. Там много людей уничтожил. И прожил почти сто лет. А написано, если ты почитаешь отца и мать, то будешь долголетен на земле и успешен на той земле, которую Бог тебе дал. Вот и весь разговор. Вот. Там с ним будут разбираться. Но здесь на земле. Если ты почитаешь отца и мать... Ну, это был вот один из примеров. И я на эту тему проповедовал. А потом вышел пастор и говорит. И я говорил про свидетельство, говорил про то, как люди, когда они почитают маму и папу, заботятся о них, внушают своим детям, что надо почитать, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да, это тоже один из важнейших элементов преуспевания, обязательных условий. И я говорю, а с родителями как? У тебя живы родители? Как с родителями ты? Да с отцом я давно не общаюсь. Он говорит. А маму я к брату отправил в деревню. А майка си, братья, кем брата си, в севоту. Я говорю, да тогда иди отсюда. И не спрашивай меня, как тебе делать бизнес, чтобы у тебя пошло. Потому что нет смысла тебя учить, мотивировать, вдохновлять. Ты просто Богу в лицо плюешь и получаешь результат. У тебя не будет никогда денег. Иди отсюда. Раздовор закончил. И человек понимает, когда ты не так жестко обращаешься. И вот. Пастор выходит после моей проповеди и говорит, я хочу свидетельствовать. У меня трое детей, говорит он. И вам три деца, оказывает той. Тринадцать, десять и восемь там лет. Тринадцать, десять и восемь будиней. Средний парень, значит, десятилетний Тимофей. Приходит и говорит. Он очень серьезный. Он в церкви всегда. Многу серьезный. Винаги его в церкви. Бейджик. Бейджик. Служитель. То есть служитель. Он чувствует себя такой. Он такой. Ну, но Бога любит. Той много любит, чем Бог. Да. И вот он говорит. Папа, у меня, значит, мечта есть. Я вот молюсь, но я хочу Плейстейшн 5. Искому Плейстейшн 5. Что такое Плейстейшн, я не знаю. Ас, не знаю, как вы этого. Говорит, это дорого. Это дорого. Ну, я, говорит, ему говорю. Тимофей, ты. Давай так сделаем. Мы не можем тебе сейчас дать денег. Не можем, да тебе даем пари, сыграй. Ну, ты молись. Ну, ты смоли. И копи. И спустя вой. Зарабатывай деньги, копи. Прямо до печели шпари, и ты спустя войс. И вот он копит. И мы это обсуждаем. Это все всерьез. Он на полном серьезе молится. То есть, ты моли. Недавно произошло чудо, говорит. Мою жену пригласили на конференцию в Малайзию. На две недели. Там что-то ей обеспечивает, значит. Но денег на поездку. И вот мы, говорит, она так хочет поехать, но не хватает денег. И вот мы сидим, это обсуждаем. Обсуждаем. И вдруг приходит Тимофей и говорит. Мама, я вот накопил уже вот столько денег. Я хочу тебе эти деньги отдать, чтобы ты поехал. И с кем дати дам тези пари, ты да уйдешь на конференцию? Нет, говорит Оля. Не, 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 не. Жена пастора. Не, 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 сыночек, нет, мы обойдемся. Мама, я хочу тебя отдать, я отдаю тебе эти деньги, я к тебе жертву езжаю. А с тем жертвам, ты да уйдешь. И она, значит, ну, взяла и уехала. Вот ее нет, и уйдет на конференцию. Значит, это особое чудо. Твое особенное чудо. Ну, я, Максим говорит, я ему говорю, ты молодец, молодец, почитаешь родителей, все. Молись дальше и снова копим. Ну, он говорит, так и буду делать. Так и буду делать. Прошло пару дней, звонят мне. Звонит человек и говорит, вы дома сейчас? Я говорю, да. А скажем, да? А дети дома? Я говорю, да. Можно я к вам приеду? Мужчина, очень плохо знаком и нерусский. Не знаю, познаете снегу и нерусский. Можно я к вам сейчас приеду? Могали додойду при вас сюда? И я говорю, ну, пожалуйста. Он приезжает. Сказывает, да? Где Тимофей? И то, я педагогай, Тимофей. Я отказываю, эту гун. Мы сели. Он говорит, Тимофей, вот смотри, лист бумаги, дайте мне, дали ему лист бумаги. То, я пускай один лист хартия. Что-то написал. То, я написал нечто. Перевернул. Такая пробурная у хартия. Никому ничего не показал. И говорит, скажи, Тимофей, о чем ты мечтаешь? Скажи, Тимофей, за какого мечтаешь? Какая у тебя цель? Какого цель имаш? Ну, тот растерялся, незнакомый человек. Тимофей, малко такая... Ну, и я вот... А я... С малко сей колебал. А я ему говорю, Тимофей, говори правду, как есть, о чем мечтаешь? Баштата казва, кажи истина. Ну, я, если честно, хочу вот-вот PlayStation 5. А Тимофей казва, честно, искам PlayStation 5. Ну, смотри, что я написал. Видишь, какво написал? PlayStation 5. Показва, харчей там и пишет PlayStation 5. Мне и рассказывает этот человек. Мне вчера приснился с сон. И там голос мне сказал. И один глаз Миказа. Вот там-то живут такие люди. Там живет такие вахара. У них есть мальчик, Тимофей. Он хочет PlayStation 5. То есть PlayStation 5. Поезжай в магазин, купи PlayStation 5 и подарим этот. Купи тоже PlayStation 5 и подарим этот. Мы, говорит, пошли. Он вышел в машину, открыл дверь. Открыл дверь. Открыл дверь. И достал оттуда коробку вот этого. И то есть вадил тоже пути. У этого мальчика Твоему мчей Сформировалось на всю оставшуюся жизнь Совершенно правильная мысль. Сформировал правил на мисел. Что то, что написано в Библии, свято И работает сто процентов Именно так, как написано. Если будешь почитать отца и мать Единственная заповедь Собетование Единственная заповедь Собетование То будешь долголетелем на земле Долголетелем И будешь преуспевать И ты преуспеваешь Протсовтеваешь И ты печалишь много Аминь Аминь Слава Богу Слава Богу Но я, собственно, не для этого вышел Ты подожди А с ней взялся за два Не торопись Не торопись Значит Мои друзья Геннадий Пастор и его супруга Наташа И супруга тому Наталья Прислали нам с женой приглашение На серебряную свадьбу На 30-летие Нам, конечно, смешно Что празднуют такие мелкие даты Но для них это же жизнь, правда же? Забавно они Как для Тимофея Плейстейшн 5 Что-то важное Для нас это фигня же, правда? Вот и так Вот у них там Каких-то жалких 30 Но это же их 30 лет Теймат Малку Триси Гудини Гудишнина Это же их 30 Тваса техни Триси Гудини Ну и, в общем, мы не приехали Мало того, что не приехали Я запомнил 14 сентября дату Думаю, надо не забыть поздравить Заранее за 2 недели они нас пригласили Мы их и не поздравили еще И вот я специально приехал Специально приехал из Болгарии один Чтобы реабилитироваться И поздравить дорогих Геннадия и Наталья С днем таким большим Значимым днем 30 лет Кто-нибудь может сказать Что 30 лет это круто Да, круто Но я скажу, что у меня будет 7 апреля 52 На 7 апреля нечто имам 52 года Значит, я что хочу сказать Кто-нибудь знает греческий язык? Как узнали грецкий язык? Правильно, вовремя ты пришла Грецкий язык кто знает? Кто знает грецкий язык? А как же вы Библию изучаете? Я вот в Википедии посмотрел одно слово по гречески В Википедии по глядмах она думала на грецкий Знаете, что означает слово «ихтис»? Знаете ли, как его сначала думала «ихтис» на грецкий? Да, вот пастор знает рыба Пастор знает твоя рыба Значит, он же рыбак, правда? Твой налей рыба Значит, «ихтис» это по-гречески «рыба» На грецкий «твая рыба» Вы знаете, что один из символов христианства это рыба Ну, во-первых, «ихтис» Ихтис Иисус Христос Сын Божий Спаситель Аббревиатура Твоя аббревиатура Ихтис Иисус Христос Сын Божий Спаситель Кроме того, рыбка была паролем для Рыба-то была паролем Для первых христиан Во-вторых, рыбы часто упоминаются в Библии Рыбы часто вспоминали Ловцы рыбы Рыбу Иисус ломил Рыбу Иисус жарил на костре для учеников Ну и так далее Ели рыбу Ловили рыбу Рыбки Тем более, пастор у нас дайвер Рыбак бьет эту рыбу безжалостно То он бьет рыбу Короче, рыба занимает особое место, правда? И рыба-то занимает особое место Я подумал, что не золото-алмазы А что-нибудь такое, чтобы символизировало Чтобы стая образовывалась большая Чтобы семья стая была, да? Чтобы внуки плодили Чтобы церковь росла не одна Вот я привез Я донесу Презент, чтобы он был нападен Подарок Вот посмотрите сейчас, что здесь Да Но оно такое хрупкое, между прочим Хрупкое? Да, да, да Там две Ну конечно, конечно Надо даже всем увидеть Ты же не отражаешь? Что не расстроит? Нет Ау Это лотаж Какая лотаж Он бы все везде О, лотаж Ау Две руки включились Это я? Вы сами определили Сами определите Все, давай Спасибо Спасибо Спасибо